Эфир РБК продолжает программу интервью. Меня зовут Равиль Ватолин. Здравствуйте. Сегодня мы находимся в нашей выездной студии, которая расположена на Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере. И сейчас к нашему разговору подключается директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Алла Саниславовна, здравствуйте. Добрый день. Система быстрых платежей уже становится привычной для многих россиян, но, на мой взгляд, все-таки массовой пока не стала. На ваш взгляд, как развивается система в России? Если взять в целом по стране, ну и, конечно же, об Ашкортостане тоже хочется услышать. Вы знаете, мы считаем, что система развивается достаточно динамично. Напомню, что мы стартовали 28 января 2018 года с 11 всего банками, которые присоединились на момент старта к системе, а сегодня их уже 42, то есть практически четырехкратный рост участников. Десять из систем назначенных банков уже подключились к системе и предоставляют этот сервис своим клиентам. 160 банков с универсальной лицензией в процессе подключения подали заявки. Напомню, что у нас в соответствии с требованиями закона, с нормативно-правовыми актами Банка России для банков установлены сроки подключения. Это 1 октября 2019 года для систем назначенных банков и для банков с универсальной лицензией, которые являются одновременно участниками платежной системы МИР. Это 1 октября 2020 года. И очень хорошо, что банки заблаговременно начинают эту работу с тем, чтобы к установленным срокам подключиться к системе и предоставлять сервис своим клиентам. Если посмотреть на динамику операций, то она тоже очень позитивная. С момента старта системы всего за год с небольшим... да нет, год уже, год и один месяц в системе совершено более 9 миллионов операций на общую сумму более 80 миллиардов рублей. Это тоже, в общем, достаточно хорошие и значимые цифры. Ежемесячный прирост как по количеству операций, так и по их объему составляет 22-25%. Динамика постоянная, устойчивая. И, конечно, это свидетельствует о востребованности со стороны клиентов этого сервиса и о высоком уровне доверия к системе. Ну а если все-таки брать в разрезе регионов, вот не считали, там, может быть, по Башкортостану есть какие-то данные? По регионам, ну вот из 42 банков, конечно, в первую очередь, это крупнейшие банки, те, которые присутствуют не только в центральной европейской части, но и вообще, потому что, подключаясь к системе, банк на всей территории предоставляет своим клиентам этот сервис по переводу по номеру мобильного телефона. Региональные банки тоже есть в этом списке и присутствуют в том числе и из Башкирского региона. Ну а о достоинстве системы быстрых платежей тоже давайте поговорим. В прошлом году ряд аналитиков говорили, что основное преимущество использования системы – это, конечно, то, что она предоставляется абсолютно бесплатно. В этом году ЦБ ввел тарифы, ряд банков используют это даже в своих интересах и установили даже какие-то повышающие коэффициенты. Но, тем не менее, вот каким образом в этом году сотрудничать с банками? И есть ли все-таки возможность того, что говорили порою, что, может быть, будет она все-таки бесплатной в этом году эта услуга? Прежде всего, хочется действительно отделить несколько уровней тарифов. Первый – это те комиссии, которые Банк России взимает со своих клиентов. Это с кредитных организаций, с банков как оператор. И второй уровень тарифов – это то, по которому эта услуга уже предоставляется банками своим клиентам. Мы действительно весь прошлый год, 2019-й, мы как оператор не взимали никакой комиссии с банков-участников. И надо сказать, что большинство банков также не взимало комиссию со своих клиентов. Как мы и объявляли заранее, эти тарифы были известны сразу, с момента запуска системы. Комиссия оператора для банков составляет с января от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы операций. Введя эту комиссию, начав ее взимать, мы очень внимательно следим за тем, как банки реагируют, как рынок выравнивает и какую тарифную политику проводят в отношении своих клиентов. Что мы увидели за полтора-два месяца работы на тарификации? Порядка 50% банков из тех, которые подключились, также продолжают не взимать комиссию со своих клиентов, предоставляют эту услугу бесплатно и не планируют пока ее вводить. Ряд банков ввели минимальные тарифы на уровне 30 рублей за операцию приблизительно. Есть банки, которые отличились и установили эту комиссию на более высоком уровне, который сопоставим, наверное, с карточным эквайрингом. Мы видим и 1%, 1,3%, 1,5% есть и выше. Это, конечно, на наш взгляд, не совсем справедливо, потому что при тех минимальных издержках, которые на операционную поддержку банки несут, если сравнить 5 копеек и даже 3 рубля с полутора и более процентами, конечно, это не сопоставимо, и мы считаем, что это не совсем справедливо по отношению к нашим потребителям. Мы с банками, на самом деле, ведем очень серьезный диалог на эту тему, смотрим, изучаем, по каким принципам они это тарифицируют, и, в общем-то, видим запрос рынка на то, чтобы оператор продлил грейс-период, продлил невзимание комиссии. Мы готовы к этому и объявляли, собственно, рынок об этом знает. На самом деле, мы сейчас готовим решение о том, чтобы еще на два года продлить период, когда Банк России не будет взимать. В ближайшее время с таким решением мы выйдем за месяц, как и положено по закону, все наши клиенты, все участники будут об этом уведомлены. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время мы опять отменим свою комиссию до 2022 года. Еще одно достоинство, которое высказывалось рядом аналитиков, это то, что, конечно же, ЦБ использует систему и тестирует в части оплаты товаров и услуг непосредственно в торговых точках. Но вот здесь, насколько, с вашей точки зрения, для торговли это альтернатива такая банковскому эквайрингу, потому что ряд предпринимателей все-таки жалуются на тарифы, которые выставляют банки в эквайрингах, они их не устраивают. Но вот здесь вот тоже каковы перспективы этого направления. Уже сейчас в системе реализован сервис не только возможности переводов между физическими лицами, то есть так называемые C2C операции, но и C2B операции, то есть переводы физических лиц в пользу юридических лиц, торгово-сервисных предприятий за товары, работы, услуги. Это еще один сервис, который торговые точки хотят и готовы предоставлять своим клиентам, потребителям. Эта услуга не заменяет, вернее, такая форма оплаты не заменяет все существующие возможности, которые мы как потребители должны иметь, приходя в магазин или в какое-то там сервисное предприятие и оплачивая те товары и услуги, которые приобретаем. Мы видим достаточно высокий интерес как со стороны банков, которые обслуживают таких торговых представителей, так и сами торговые точки. У нас уже сейчас в пилоте участвуют достаточно крупные провайдеры, торговые сети в этом сервисе. И не только в наземных точках такая форма оплаты есть, но и в интернет, на сайте, когда мы покупаем товары или приобретаем услуги. И мы рассчитываем, что в этом году именно этот вид платежей будет достаточно массовый. Потому что, конечно, с точки зрения ценообразования, с точки зрения стоимости, как оператор, мы установили тарифы, именно которые банки могут взимать со своих клиентов торгово-сервисных предприятий, они значительно ниже тех, которые устанавливаются в рамках эквайрингового бизнеса. И это зависит от видов деятельности торгово-сервисных предприятий. Там есть и нулевые тарифы в случае оплаты налогов, сборов, каких-то таких обязательных платежей. Есть социальный сегмент образования, здравоохранения. Из этой категории максимальная ставка не должна превышать 0,4%. Ну и все остальные группы предприятий, видов деятельности, это 0,7%. Это, конечно, ниже. По поводу затратности тоже вопросы звучат от предпринимателей. У нас деловые и общественные объединения, такие как торгово-промышленная палата, опора России, деловая Россия, говорят о том, что иногда предприниматели не понимают, какова будет плата для вхождения в эту систему. Но вот здесь от вас тоже хочется услышать, чтобы вы сказали предпринимателям, вот насколько будет дорогим вход, ну и, соответственно, использование этой системы. Ну, здесь несколько аспектов необходимо принимать во внимание. Во-первых, для тех торгово-сервисных предприятий, для тех точек, которые уже на сегодняшний день работают с безналичными платежами, в принципе, они могут использовать все то же оборудование, те же посттерминалы, которые они используют для карточных транзакций. Как показывает опыт вот тех предприятий, тех сетей, которые подключаются на сегодняшний день с затратой, ну, они, конечно, к точке разнятся, но, собственно, они понятны и сопоставимы с действующими расходами. Еще раз повторюсь, то есть если на сегодня торговая точка уже работает с безналичной формой, здесь они не несут каких-то существенных издержек. Если говорить о малом, среднем бизнесе, то, конечно, здесь нужно сопоставлять те издержки, те расходы, которые они несут на обслуживание наличного оборота. Потому что иногда почему-то считают только расходную часть, конкретно в новом каком-то сервисе, нужно сопоставлять по совокупности все издержки, которые точка несет. Потому что это расходы и на наличку, и на ее обработку, на сдачу в банк, на кассира. Там тоже существуют достаточно серьезные требования и по оборудованию этих мест. Поэтому, ну, конечно, в совокупности там есть единоразовые издержки, но, конечно, нужно смотреть на перспективы с точки зрения развития бизнеса, с точки зрения привлечения клиентов, предоставления различных форм оплаты, различных возможностей по оплате. И, конечно, система быстрых платежей в первую очередь у нас нацелена на то, чтобы наличный денежный оборот переводить в безналичную форму, на борьбу с так называемыми теневыми расчетами, тогда, когда расчеты C2B подменяются P2P. Здесь, конечно, мы за прозрачность вот этих отношений. Ну, еще одно опасение, которое высказывают предприниматели, это, конечно, антиотмывочный закон, что использованы системы быстрых платежей, но каким-то образом привлечет к ним внимание Центробанка, а его порой, знаете, многие говорят, что не хотят такого внимания. Но вот здесь вот тоже, если брать этот антиотмывочный закон, каким образом будете, так скажем, проверять все платежи, которые проводятся в рамках системы? Закон 115, антиотмывочный, как вы сказали, это наше действующее законодательство. Мы обязаны его соблюдать, независимо от того, все участники, независимо от того, в какой форме осуществляются расчеты за тот вид деятельности, который они осуществляют. Все участники хозяйственных отношений, расчетных отношений обязаны его соблюдать, и мы уверены, что они и сейчас это делают. С этой точки зрения внедрение системы быстрых платежей ничего не меняет. И банки, как они занимались своими клиентами, вместе с клиентами, соблюдают все те же процедуры, соблюдают процедуры, зная своего клиента, понимая, какие операции они совершают. Поэтому, конечно, мы, еще раз повторюсь, за прозрачные экономические отношения, за честный бизнес. На форуме безопасности, конечно же, не можем не затронуть тему безопасности внутри системы быстрых платежей. И была информация, озвученная здесь, о том, что за прошлый год Центробанк заблокировал порядка 23 тысяч переводов внутри системы. Но вот с вашей точки зрения, насколько сегодня система безопасна, вот эта система антифрод, для того, чтобы все-таки мошенники не проникли, ну а потребители были все-таки тоже уверены в платежах, которые совершают внутри системы. Ну вот только что у нас закончилась сессия. Именно вопросом безопасности мы уделяли очень много внимания. И с нашими коллегами из НСПК, с банками, с провайдерами обсуждали, насколько система безопасна, высоки ли требования, как они проверяются. Были вопросы по конкретному применению. И, конечно, те стандарты, которые изначально закладывались при проектировании систем, они самые высочайшие, они соответствуют как нашим российским требованиям, так и международным стандартам. При подключении банков этому уделяется очень серьезное внимание. Это один из этапов тестирования при подключении банков. Система не статична, она развивается, она обогащается тем опытом, который приобретает с расширением числа участников, с расширением типов операций и с различными изменениями в моделях угроз, которые у нас происходят. То есть, в общем-то, сама жизнь настраивает, развивает эту систему. Но вот те цифры, которые коллеги наши называли, которые были зафиксированы в прошлом году, они как раз, наоборот, свидетельствуют, что в том количестве операций, которые в целом успешно прошли через систему, в сопоставлении с этой цифрой, это 0,0,0. То есть, она фактически стремится к нулю. И очень важно, что система действительно умеет их идентифицировать, умеет блокировать и тем самым гарантирует адресное совершение тех платежей, которые участники, пользователи совершают и гарантируют им безопасность. Ну, не могу не затронуть, конечно же, тему. Но Госдума буквально на днях одобрила поправки, обязывающие малый бизнес принимать оплату картой. И, конечно, через систему быстрых платежей сделать это хотят в 1 января 2021 года. Ну, конечно, с оговорочкой, потому что оборот у торговой точки должен быть не менее 20 миллионов рублей. Но вот с вашей точки зрения, насколько все-таки актуально введение? Потому что предприниматели порой, когда у них вводят что-то обязательно, относятся с этой опаской. Вы как думаете, будете ли смотреть в этот закон о перспективах его? Ну, мы рассмотрим, конечно, этот законопроект. Здесь очень важно смотреть на нюансы и в целом на те нормы, которые в проектируемых изменениях формулируются. Потому что, с одной стороны, я действительно слышала тоже от участников рынка, что очень пугает некая обязательность. С другой стороны, такие нормы у нас действуют сейчас, в том числе и для банков. Такие нормы у нас действуют для торгово-сервисных предприятий в отношении «Карты Мир». Этот порог у нас просто, видимо, снижается. Но в первую очередь эти нормы, такие требования, они у нас направлены на защиту прав потребителей. Потому что это социальные сервисы. Мы должны предоставлять нашим гражданам широкие возможности по использованию самых различных безналичных инструментов. Ну и, конечно, мы отдаем предпочтение нашим национальным платежным инструментам. Потому что здесь мы уверены полностью, что наши потребители защищены с точки зрения безопасности, с точки зрения как внутренних, так и внешних угроз. Ну и завершая разговор, конечно же, хочу спросить о перспективах. Когда эта система быстрых платежей станет настолько массовой, чтобы, приезжая в самую отдаленную деревню, можно было навести на QR-код и, соответственно, расплатиться, даже не думая? Если наши банки, а мы видим, что у нас очень дисциплинированное банковское сообщество, обеспечивают подключение к системе и предоставление своих сервисов своим клиентам до завершения третьего квартала этого года, это фактически, по нашим оценкам, более 95% платежного рынка. То есть у нас достаточно широкий охват получается покрытия платежными сервисами, независимо от территории, независимо от точки присутствия потребителя. Здесь, безусловно, важное значение имеет наличие качественной связи. Мы знаем эту проблему, мы работаем с Минцифр, бывшим Минкомсвязь, которые тоже решают этот вопрос по распространенности интернета, услуг связи и так далее. Но к концу этого года мы надеемся, что большинство наших граждан будут иметь возможность, вот здесь, конечно, наши потребители уже не обязаны, а имеют право выбора, имеют такую возможность осуществлять по простым идентификаторам, по номеру мобильного телефона, простые, недорогие, безопасные платежи. Мы будем надеяться, действительно, что все планы сбудутся, и уже в ближайшей перспективе система станет массовой. И вам спасибо большое за то, что нашли время и рассказали нам о развитии системы быстрых платежей. Но я напомню, у нас в гостях сегодня была директор департамента национальной платежности системы Банка России Алла Бакина. Смотрите РБК, будьте в курсе событий, не переключайтесь.